Сегодня в редакции телекомпании «Несвятай» и газеты «Ориентир-10» состоялась традиционная пятничная прямая линия. На вопросы горожан отвечал начальник отдела ЖКХ транспорта, связи и тарифной политики администрации города Павел Владимирович Пиляев. Павел Владимирович, на одной из прямых линий у нас был Михаил Владимирович Солоницин, который рассказал о том, что в городе создается единая диспетчерская служба с целью упорядочения работы общественного транспорта. На каком этапе в настоящее время ведется эта работа? Ну, эта работа сейчас уже практически в завершающей стадии. Остается только лишь... Есть помещение, оно отремонтировано, стоит там оборудование, установлен городской телефон. Единственное, только сейчас вся проблема состоит в том, чтобы довести программное обеспечение, необходимое для того, чтобы обслуживать все графики, которые у нас есть. Это займет буквально от силы еще дней 10. И я думаю, что диспетчерская служба уже заработает по полной программе. Значит, что такое диспетчерская служба единая? Это, значит, у нас будет и на официальном сайте муниципального образования города Новошахтинск, будет возможность любому жителю города в разделе транспорт посмотреть, как ходят наши маршрутки, автобусы. То есть в режиме онлайн любой человек сможет посмотреть, как движется любой транспорт. Федеральное законодательство потребовало установку системы ГЛОНАСС на всех перевозчиках. И вот у нас уже на сегодня на всех наших маршрутках, на всех наших автобусах установлена эта система. Это позволит маршруткам двигаться не друг за другом, как вот сейчас часто пассажиры отмечают такие есть жалобы, а именно идти с той периодичностью, когда на остановках собираются люди. Ну, эта проблема есть, да. Естественно, мы сможем отслеживать реально сразу. И тот диспетчер, который будет работать в этом диспетчерском пункте, он, естественно, будет следить за тем, как идут машины по графику. Ну, и самое главное, мы избежим той проблемой, так называемой, последнего рейса и проблемой первого рейса, когда бывают формальные причины, у меня колесо там пробилось, или у меня там мотор сломался, и человек уходит с линии, а люди остаются на остановке. Сейчас у него уже такой возможности у человека, у этого водителя не будет. Почему? Потому что, естественно, будет видно, куда он уехал. Существует ли медицинское освидетельствование водителей, выходящих на линию, и где они его проходят? Обязательно. Без этого вообще выпуск на линию не допускается. И вот мы буквально сегодня подвели итоги конкурса, нового конкурса. У нас, если в прошлом году и в этом году, в первом квартале, еще было шесть перевозчиков, то сейчас у нас уже на одного перевозчика сократилось. Я уже с уверенностью могу это говорить сегодня, потому что сегодня мы подвели итоги конкурса. У нас пять перевозчиков, и одно из требований, которое было, это, естественно, наличие медицинского персонала и выпуск на линию. Кто и как должен переводить в порядок придомовые территории? Будут ли капитально ремонтироваться многоквартирные дома? Что нового в организации движения пассажирского транспорта? Когда телевидение перейдет на цифру? Павел Владимирович очень обстоятельно и компетентно давал ответы на поступившие вопросы. Маршрут шахты на Вашанчинске, наши перевозчики, то есть перевозчики, которые расположены в городе на Вашанчинске, его не обслуживают. И поэтому мы, соответственно, как администрация, на этот маршрут повлиять не можем. Он сейчас междугородний, и, соответственно, конкурс проводится в Министерстве транспорта Ростовской области. Вот на сегодня там два победителя. Это две шахтинские компании. ООО «Автотранссервис» и ООН «АТП». И, соответственно, кое, все графики, которые существуют, вот вы говорите, в последней реле 17.45, все графики утверждаются в Министерстве транспорта Ростовской области. Мы уже неоднократно сами обращались туда с просьбой пересмотреть эти графики, продлить их по времени. Но пока вот на сегодня ситуация такова. Подробные ответы на поступившие вопросы будут опубликованы в газете «Ориентир-10», которая вводит свет в среду 10 апреля.